Итак, сегодня поговорим об уборке авиалайнеров. Начнем с самолета вида Бонга 747. На уборку таких самолетов в группе клинеров, состоящей из 16 человек, дается максимум 35 минут, а на уборку самолета меньших размеров всего 15-20. Вся работа проводится максимально оперативно, чтобы подготовить салон для следующих пассажиров. Клинеры приступают к уборке лайнеров после выхода последнего пассажира. Очень важный пункт в работе клинеров – это работать слаженно. Не следуя этому принципу, невозможно выполнить уборку быстро. Конечно, это не все. Куда сейчас без последних новинок в области клининга? Swap High Speed – это система, не требующая ведер. Весь инвентарь распределяется заранее. То есть салфетки берутся пропитанные специальным составом. И микроволоконные салфетки также в необходимом количестве. Последний вид салфеток помогает без развода вытирать стеклянные поверхности и вообще впитывает в два раза больше влаги, чем обычные салфетки из микрофибры. Имея в своем инвентаре такое оборудование и расходники, клинеры могут сэкономить не только время, но и силы. Ведь им не приходится носить воду и отжимать тряпки. Если говорить о тряпках, эти микроволоконные салфетки делятся по цвету. И каждый цвет отвечает за свои территории уборки. Например, для пищевых территорий используют желтые. Для санузлов предназначены салфетки синего цвета. Салон убирает розовое. Первыми идут в бой женщины. Они собирают всю пульс иллюминаторов, столиков, мониторов, убирают санузлы и кухонную зону, подготавливают пассажирские места. Вслед за ними мужчины с пылесосами собирают мусор, который оставили пассажиры. Подытожим. Использование спаслиник достижений в области клининга постепенно переходит и на терминалы аэропортов. Учитывая большой поток пассажиров Шереметьево и Пулково, мастерам по клинингу приходится уделять большое внимание поддержанию чистоты выходных и входных зон, залов ожидания, зон с магазинами, где уборка проходит в ручном режиме. Также приходится постоянно следить за стеклянными и глянцевыми поверхностями, коих в наших аэропортах много. Все это создает особенный подход.